Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, зрители моего канала! Сегодня мы поговорим с вами на очень важную тему для любого архамана. Не только, а именно, почему же вянут, сохнут и увядают бутончики у наших цветущих растений. В первую очередь, когда мы рассматриваем этот вопрос и хотим же докопаться до истины, нам необходимо начинать с самого главного, а именно осмотра вашего растения. Итак, на примере сегодняшнего растения, орхидеи Фаленопсис Эквестрис, я бы хотела разобраться вместе с вами, почему же такое плохое событие случилось и с моей представительницей. В первую очередь, нам необходимо хорошо осмотреть растения на наличие различных вредителей при корневой зоне, Также хорошо осмотреть саму листву, нет ли под нижней частью каких-либо щитовок, паутиных клещиков, трипсов и так далее, панцирных клещиков, которые иногда невооруженным взглядом просто мы не замечаем в суматохе, и потом уже определяем, когда их количество превышает большую колонию. И тогда лечение с ними, конечно же, намного сложнее проводить, нежели на начальных стадиях. Поэтому и на это обращаем внимание, момент вредителей. Итак, что касаемо субстрата, обращаем внимание на количество влаги в нём. Если излишки есть влаги, то, скорее всего, мы залили растение, поэтому, возможно, нам придётся его доставать и осматривать хорошенько корневую на предметы книли. Потом другие факторы, а именно наличие сквозняка в комнате. Поэтому пытаемся определить температуру подоконника, потому что иногда мы обращаем внимание на комнатную температуру в целом, то есть ближе внутри комнаты, и также смотрим на показатели гигрометра или же наших мини-минятистанций. Но забываем о температуре на самом подоконнике, потому что сам подоконник может быть холодный, и от этого холод проникает в субстрат и доходит до корневой системы. То есть наш пластиковый кашпо становится так же, и принимает весь холод температуры самого подоконника. Всё это чревато последствиями, которых мы можем наблюдать, а именно наши бутончики опадают. Вот такие последствия, к сожалению, и произошли с моей орхидеикой. То есть ей удалось вырастить, получается, пять цветоносов, потому что само растение дало три отдельных цветоноса самостоятельных, плюс я уже не учитываю всяческие ответвления, которые свойственны этому растению, а также деточка дала ещё два самостоятельных цветоноса. В общем, количестве их пять. И тем не менее, обратите внимание, вот, особенно это хорошо видно на этой деточке, что на одном цветоносике уже большая часть бутончиков, она не опала, она именно раскрылась, и потом, начиная с первого раскрывшегося бутончика, стала вот так вот увядать и опадать, как вы можете наблюдать это сейчас. Большую часть, конечно же, я уже выбросила. Итак, касаемо ответа на эти вопросы, так как случаи действительно бывают очень разные, у каждого он свой, я бы хотела начать с азов, которые, в принципе, решают не только вопрос увядания, засушивания бутончиков, но и также помогают ответить на вопрос, почему же происходит это в целом, почему растение начинает болеть, потому что для того, чтобы бороться с результатами, иногда стоит разобраться в причине, чтобы не допускать повтора. Итак, все мы помним наши азы. Это влажность, температура, свет, циркуляция, аэрация. Что касаемо освещенности, как мы знаем, нашим растениям требуется приблизительно световой день не менее 12 часов. В зимнее время обеспечить это мы можем с помощью досветки, как с использованием фитоламп, так и мы можем ограничиться использованием люминесцентных ламп, кто по возможности решает сам для себя, что ему подходит лучше. Но тем не менее, бывают ситуации, когда мы не можем позаботиться о досветке, должной, особенно в период, когда начинается рассада, и поэтому нашим растениям приходится нелегко, потому что световой день ограничится, и поэтому вот такая вот себе, да, это будет стрессовая ситуация, сказывается и на их цветении, как длительности, так и пышности, состоянии самого тестоноса, потому что он его может даже начать сушить. Вот так вот. Дальше, как я сказала, влажность. Этот вопрос актуальнее всего, конечно же, рассматривать именно в зимнее время, потому что работают радиаторы отопления. Это растение не является исключением, оно стоит на подоконнике, сразу же под радиатором отопления батареи. Конечно же, не всегда мне удается как-то этот вопрос немножечко решить, то есть использовать различные материалы, которые смочены, которые будут прикрывать горячую батарею, и, соответственно, потоки горячего воздуха будут сглаживаться, и своим испарением они будут повышать влажность вокруг растения. То есть такой выход, конечно же, безупречен. Но, тем не менее, не всегда удается проконтролировать этот момент, и, конечно же, батареи остаются открытыми и небезопасными для здоровья наших растений. И в итоге, во время цветения они страдают. Всё это в конечном счёте выражается вот таким вот опаданием самих путончиков. Также в аспекте влажности, который так необходимы для орхиды, иногда мы забываем рассматривать именно свежий воздух. То есть воздух должен быть влажным, не сухим. Температура должна быть приемлемая, то есть не ниже 15 и не выше 30, но мы забываем о свежем воздухе. И, тем не менее, в зимнее время свежий воздух обеспечить сложнее, чем, например, в летнее или же любой другой тёплый сезон. Смотрите по поводу проветривания. Я за проветривание комнаты. Это важный момент не только для в жизни человека, но и для растений. Когда мы проветриваем, мы стараемся убрать наши растения как можно дальше от самого потока холодного воздуха. Но, тем не менее, это обеспечит приток свежего воздуха и не даст растению никаким образом пострадать в этот момент. Далее, касаемо сквозняка. Если это растение будет оставаться на подоконнике в момент проветривания, то, безусловно, это приведёт к тому, что сам субстрат начнёт охлаждаться, само кашпо станет очень холодным. И это тоже может повлиять и сыграть свою решительную роль в моменте опадания и усыхания самих бутонов. Поэтому старайтесь не рисковать лишний раз, не поленитесь, уберите свои растения. Они вас отблагодарят потом длительным цветением. Всё, как говорится, стоит того. И так далее. Также, обращаю внимание, смотрите, про холодный воздух более известно всем. А вот касаемо горячего воздуха, потому что важную роль ещё играет удалённость нашего кашпо от батареи. Потому что горячий поток воздуха, поверьте, может навредить не меньше, чем холодный. Поэтому обращаю внимание в целом на сквозняки, которые просто не переносят практически любые растения, особенно во время цветения. В таком периоде они максимально уязвимые. Также, касаемо туша для орхидеи. В такой период, конечно же, о нём и речи не может быть. Но, тем не менее, мы всё-таки стараемся смывать лишнюю пыль, грязь листьев. Поэтому я придерживаюсь того, что я за опрыскивание или же протирание листьев по возможности, если позволяет ваша коллекция, конечно же. Потому что если она большая, то иногда мы просто не в состоянии всех увлажнить, как следует очистить их листовые пластины. Поэтому всё-таки стараемся их опрыскать. Выбирайте опрыскиватели с мелкодисперсные, которые позволят создавать вокруг растения такую себе пыль влажную. И, тем не менее, не будут сильными большими каплями оставаться, удерживаться, достаиваться у очень опасных зонах, как точки роста. Потому что всё это, как вы знаете, очень чревато. Практически каждый держатель орхидеи уже пережил этот кризис, когда растение, к сожалению, болеет за гневанием точки роста. Не всегда это, конечно же, вызвано именно застаиванием там воды, но в большей степени всё-таки кроилось именно в этом, как мы и подозревали. Итак, для того, чтобы не допускать, а легче всего действительно всё сделать, чтобы предотвратить подобные развития событий, потому что вот такие вот все процессы, они действительно необратимы. То есть практически нельзя это остановить. Если началось массовое опадание бутончиков, то, как видите, в принципе, бороться с этим можно лишь максимально пересмотреть, удобрение, потому что в этот период, как вы знаете, мы стараемся не перекармливать наше растение. То есть мы максимально всё делаем для того, чтобы этого питания хватило во время цветения. Это когда мы наращиваем цитонос, это до появления бутонов и уже подкармливаем после самого цветения. То есть в этот момент и в период покоя, как вы знаете, есть два ограничения, то есть исключение с правил, когда мы растения стараемся не трогать. В этот период от этого, если мы его задобрим фосфорно-окальними удобрениями, пышность цветения, размер самого цветка не изменится, потому что, как вы знаете, золотую середину никто не отменял. И если мы будем стоять на своём, на неправильном пути и не будем стараться сбалансировать питание, полив, свет, температуру, то всё в этом итоге вызовет лишь обратный эффект. То есть растение будет показывать таким образом опаданием, засушиванием цветочков, нераспусканием в том, что ему что-то не нравится, ему что-то мешает, что-то вы делаете неправильно. Поэтому всегда, когда процесс эти только начинается, сразу же это первый звоночек. Начинайте с самого главного. Попадает ли цвет на это растение. Вспоминайте, не переставляли ли вы буквально недавно, на днях. Потому что, в принципе, крутить вокруг своей оси его можно. И так часто делают. Например, сначала ведь цветонос тянется к свету, и цветочки раскрываются ближе к свету. Поэтому, дабы любоваться всей его красотой и пышностью, иногда мы его потом поворачиваем к себе, для того, чтобы смогли наблюдать все наши труды, которые действительно не прошли зря. ведь все это оценка нашего ухода. Всегда судите по состоянию рассламового растения, оценивайте всегда картину в целом, потому что никак нельзя по-другому рассказать о правильности ухода, только вот, как не посмотрев на его коллекцию. От этого никуда не деться. Все это результат наших усилий. Поэтому, в принципе, вокруг, как я уже сказала, своей оси его можно крутить, но после того, как раскроется последний бутон. Я не рекомендую трогать его, в принципе, вовсе. Я тоже раньше старалась его как можно чаще крутить, поворачивать, чтобы как можно дольше полюбоваться этой красотой цветения, но я заметила, что лучше этого делать не стоит. Все это потом сказывается и сказывается в плохом русле. Итак, в принципе, сейчас были названы самые основные причины сбрасывания, увядания и нераскрытия бутонов у орхидеи при ошибках в уходе за ними. Также, в следующих своих видео я бы хотела обратить внимание больше на ошибки, которые вызваны не просто проступками вашими, которые, в принципе, исправимы, если попросту пересмотреть отношение к тому же поливу, освещенности, температуре и влажности, а также проветримости и циркуляции. Все это исправит подобные результаты вмиг. То есть, это все поддается восстановлению и, возможно, все эти действия повлияют на то, что процессы, которые нас не удовлетворяют, будут остановлены, приостановлены и не будут дальше опадать наши бутончики. То есть, в принципе, это реально. если проблема кроется именно в малейших ошибках, но если проблема кроется в факторах, которые от нас уже не зависят, в большей степени я имею в виду болезни и вредители. Эти факторы, они заслуживают отдельного внимания и, конечно же, большего времени, поэтому на них я хочу остановиться в других своих видеороликах, возможно, даже не в одном, а в целых сериях, для того, чтобы поподробнее рассмотреть и разобраться, в чем корень зла. Итак, дорогие мои, если вам понравилось это видео и вы действительно нашли ответ на свой вопрос и задумались о том, что же стоит вам изменить для того, чтобы не допустить подобных неприятных ситуаций и сюрпризов, то тогда оставайтесь со мной. Если это видео было для вас полезным и вы нашли хотя бы один ответ на ваш часто задаваемый вопрос, то значит все это было не зря и вам удастся в дальнейшем избежать подобных неприятных сюрпризов у себя в коллекции. Итак, дорогие мои, повторение мать учения. Если вам понравилось это видео и вы хотите узнать больше о том, как же не допустить и исправить ошибки в уходе за своими любимцами и получать только радостные новости о них, то ставьте лайк этому видео, пишите свои комментарии, задавайте вопросы, а также не забывайте подписываться на мой канал, чтобы не пропустить еще много чего нового, интересного, конечно же, полезного. С вами, как всегда, была Инна. Всем спасибо за внимание и уже до новых встреч на моем канале совсем скоро. Всем пока!